Добрый день, уважаемые коллеги. У меня такой не совсем традиционный доклад, казалось бы, в рамках подобных мероприятий. Позвольте поблагодарить за поддержку этого доклада компанию MSD Ford. И цель этой презентации – это информирующая и обучающая поддержка врачей прежде всего. Если говорить непосредственно о причинах негативного отношения к вакцинации в целом, то помимо общеизвестного антивакцинального движения и тенденции такой неблагоприятной, как недоверие к медицине в целом, на первом месте я поставила все-таки на сегодняшний день дефицит объективной информации, непосредственно даже говоря о врачах различных специальностей, ну и, безусловно, о родителях. По отношению россиян к вакцинации, в общем-то, по этому графику не так все плохо, и почти 78% делают все необходимые прививки среди родителей. Однако часть из родителей не делают прививки на свое усмотрение, только от самых серьезных заболеваний. В данном случае здесь действительно дефицит информации о том, сколько могут быть серьезными заболевания те, как, например, ветреные оспы, та же самая кори и так далее. Родители просто не знают об этой серьезности, им необходимо донести информацию. Совсем небольшая часть не прививаем ребенка по личным соображениям, но это категория, которую тоже надо донести информацию. И то, что очень радужно, по крайней мере по этой статистике, по медицинским противопоказаниям не прививает небольшой совсем процент. Ну и все-таки радужным является то, что, несмотря на недоверие к медицине в целом и антивакцинальное движение, родители все-таки доверяют прежде всего врачу, педиатру, терапевту и так далее. Хотя соцсети также несут довольно большой на себя информационной предпосылки для родителей в том числе. А те, кто из врачей негативно, также отрицательно относятся к вакцинации, это прежде всего врачи узких специальностей, это хирурги и терапевты. Здесь также наверняка имеет место дефицит информации, касающийся непосредственно вакцинации и вакцин в целом. Значит, ну, наиболее частые причины негативного отношения к врачу это профессиональный личный негативный опыт, хотя он, скорее всего, очень скудный, если говорить о узких специалистах, и в том числе хирургах и терапевтах. Больше всего, конечно, в том числе, это риск серьезных осложнений. Как правило, у нас связывается с вакцинацией все, что происходит в поствакцинальном периоде, однако не все, что после, является следствием. Ну, опять-таки, недостаток достоверной информации и некоторые другие причины, мнение коллег тоже для некоторых врачей является весомым. И для того, чтобы непосредственно перейти к каким-то практическим моментам, которые можно, наверное, взять себе на вооружение, использовать как раз врачу-педиатру, который прививает ребенка и взаимодействует с родителем, немножко поверхностно на таком тривиальном уровне хотелось бы вспомнить, что такое коммуникация в целом. Это передача информации, сознательное, адресное, целесообразное влияние на взгляды собеседника, которое построено на рациональной основе, и часто это должна быть именно построено на доверительной основе. И для врача это, прежде всего, коммуникация является профессиональной, это диалог, взаимодействие собеседников, либо коллег, либо, соответственно, врача и родителя. Мы имеем цель повысить приверженность, проинформировать и повысить приверженность коммунизации родителей или, опять же, коллег. И помочь в этой коммуникации врачу-педиатру могут заранее подготовленные тексты, так называемые скрипты. Поскольку у нас очень мало времени на приеме, и часто как раз это является причиной того, что врач не может донести то количество информации, которые хотелось бы, вот можно готовить себе заранее короткие текстовки. Безусловно, принципы успешной коммуникации, они строятся на основных таких моментах. Первое – это уверенность, а уверенность, когда ты излагаешь информацию, да, ты, безусловно, должен ей хорошо владеть, основываться на официальных источниках, и это помогает врачу убедить родителя. То есть, если врач уверен, и убедите родителей, и коллегу. Очень важно контролировать эмоции, поскольку некоторые пациенты и даже коллеги могут провоцировать на негативные эмоции, провоцировать напрямую, вызывать, включать в этот эмоциональный процесс. И, конечно, врач тут в том числе должен быть не только врачом, но в какой-то степени, может быть, психологом для самого себя, ну и для родителей тоже. Очень важна последовательность, то есть за вопросом следует ответ. Никогда, наоборот, не надо предвосхищать вопросы родителя, часто это может наблюдаться, просто можно таким образом дать лишнюю информацию, которую родители могут воспринять каким-то иным образом. Ну и следует не отклоняться от тем, что очень важно, врачи привыкли выражаться медицинскими терминами специальными. В случае с родителями важна простота языка. И если говорить непосредственно о характеристике этой информации, это, безусловно, ее качество, то есть объективность и истинность, и говоря о вакцинации в целом, мы не должны использовать личное мнение, мы должны пользоваться официальными источниками, общепринятым мнением, мнением экспертов. Личное мнение мы можем высказывать, так скажем, в кругу семьи, у себя дома. Количество информации ни больше и ни меньше, чем требуется, и не злоупотребляют научными данными. Часто у нас врачи, которые, безусловно, образованные и постоянно повышают свой уровень квалификации, они владеют научными данными, но большинству родителей эти сведения не нужны. Когда мы, скажем, заваливаем их какими-то вот этими цифрами, наоборот, мы можем вызвать негативную реакцию. И я хочу вам, так скажем, предложить, может быть, для кого-то вспомнить типы внешней коммуникации по Эрику Бёрну. Это американский психолог, психиатр. У него есть книги, игры, в которые играют люди. И, в частности, в этой книге описывается так называемые три я-состояния или эго-состояния. Это нормальные психологические феномены человеческой личности. Это родители, взрослые дитя, которые присутствуют в структуре каждого из нас. И отличаются способом восприятия, соответственно, переработкой той информации, которая к нам поступает. И каждый раз, когда мы вступаем в контакт с окружающей средой, с человеком, мы находимся в том или ином состоянии. И родитель всегда соблюдает правила и нормы. Его девиз «это надо, должен». В каждом из нас присутствуют и родители, и взрослые дитя. И родители в данном случае, в каждом конкретном, это образ самого родителя нашего. Взрослый – это позиция, которая основана на рациональном знании, на осознанном выборе, и регламентирует, как действительно рационально поступать. Ну и в каждом из нас есть дитя, которое требует «хочу и всё». Это базовые сиюминьютные желания и потребности. И вот, скажем так, на приёме можно пронаблюдать и, так скажем, просканировать, считать человека, родителя, вот в каком состоянии находится. И в том числе, в общем, беседуя с коллегой, тоже можно выявить тот или иной типаж. И есть некоторые признаки каждого изъя состояния. Я думаю, что каждый может их узнать и различить как в своём коллеге, так и в родителе на приёме. В частности, когда человек находится в состоянии родителя, это может быть указывающий перст, фигура напоминает букву «Ф», когда руки в бока сидит, откинувшись назад, он снисходительно, возможно, призрительно на вас смотрит, либо такой тяжёлый взгляд вниз, и он любит прописные истины. Я этого не понимаю, я не согласна, вы меня не поняли, я не буду прививать своего ребёнка, или вы обязаны мне дать медотвод. Сколько вам можно говорить, что я не буду прививать своего ребёнка? Либо сделайте это немедленно. Взрослый взрослый – это человек, который выглядит как сидящее тело, как бы подаётся вперёд, его глаза несколько расширены или сужены, он внимателен к вам, смотрит на вас непосредственно, и на лице его можно увидеть понимание. Он довольно корректен. Извините, я вас не понял. Пожалуйста, объясните ещё раз. Давайте подумаем вместе, как это сделать, как поступить, как вы планируете сделать вакцинацию моему ребёнку. Вот это человек, который, в общем, должен быть в идеале каждый родитель. И, соответственно, ребёнок, поза и выражение лица соответствуют его внутреннему состоянию. И хочу, не хочу прививать своего ребёнка, мне это надоело, зачем мне это надо? Это вот коронная фраза человека, который находится в состоянии ребёнка. Зачем мне эта ваша вакцинация сдалась? Вот я вырос, и всё в порядке, ничем не болел. Так вот, если говорить о непосредственно коллегах, о врачах, это взаимодействие двух равных людей. Опыт каждого из нас, конечно, уникален, заслуживает уважения. И даже если ваш собеседник заблуждается, если он находится в состоянии дитя или родителя, необходимо сделать всё, чтобы сохранить репутацию коллеги. И задачами врача, как на приёме, так и при беседе с коллегами, или при доставлении информации коллективу коллег о вакцинации, задача врача — это овладеть умением оставаться во взрослой позиции. И вывести, соответственно, в эту взрослую позицию своего партнёра по общению, коллегу или родителя. И есть парочка приёмов, которые, в общем, описаны. Прежде всего, это следует смотреть в глаза партнёру, это позиция взрослого, и ни в коем случае нельзя покорно смотреть вниз. И для того, чтобы вывести в позицию взрослого, необходимо вначале согласиться, а потом задать вопрос. Например, коллега говорит, «Я очень боюсь прививать своего ребёнка, например, я боюсь осложнений, боюсь, вот, например, я знаю, моего соседа сделали ребёнку прививки, у него там ножки отказали». И вы как бы следует согласиться, да, я понимаю ваши сомнения, я понимаю ваши страхи, но давайте я вот расскажу вам, какие на самом деле есть осложнения, скажем, после этой вакцины, и каковы риски этих осложнений, как они несравненно низки по отношению к преимуществам вакцинации и тяжести инфекционного процесса непосредственно. Если говорить о беседе с родителями, то есть некий алгоритм, который можно также использовать. Идеальная ситуация для нас – это когда родители согласны прививать своего ребёнка, они не задают дополнительных вопросов, они привержены, они понимают, и, соответственно, в этом случае сразу приступайте к вакцинации. Если родители не готовы, в этом случае прежде всего рекомендуется воспользоваться своим уверенным мнением и настоятельно сказать о необходимости вакцинации. Для большинства родителей этого оказывается достаточно, если они доверяют врачу, если созданы вот эти доверительные отношения, ваша уверенная позиция и уверенное мнение, оно позволит многим принять правильное решение и привить ребёнка. Это иногда хорошо действует в случае, если родитель находится в состоянии «я – это дитя». Но иногда родители в этом состоянии не любят перекладывать на врача ответственность. Таким образом, что они говорят, а вот точно вы уверены, что у моего ребёнка не будет никаких осложнений после прививки? Таким образом, они перекладывают ответственность, и если что-то произойдёт, то, конечно, на вас посыплется груда всяких обвинений. Поэтому нужно корректно донести опять-таки здравую информацию о возможности поствакцинальных реакций и осложнений и так далее. И если после вашего неуверенного мнения о необходимости вакцинации всё-таки остались вопросы, то как раз уже необходимо выслушать и ответить на эти вопросы ровно столько информации, сколько требуют родители. И есть хорошая фраза, которая является заглавием одной из статей про прививки. Чтобы о вакцинах говорить лучше, нам следует говорить о них меньше. Дозированная информация, соответственно, никуда не уходить в дебри в данные научных клинических исследований и так далее. То есть дозированная, чёткая информация. А если говорить о том, каких формулировок можно придерживаться для того, чтобы высказать, своё уверенное мнение о необходимости вакцинации, мы можем использовать такие слова, как «я настоятельно рекомендую». Эти прививки важны для профилактики серьёзных заболеваний. Я убеждён, что вакцины безопасны, своих детей прививаю. И в нашей поликлинике там или где-то сделано огромное количество вакцинаций. И когда родители задают всё-таки вопросы, мы необходимо стремиться их понять. Эти проблемы, эти вопросы, опять же, согласиться. Да, я вас понимаю. И ваша готовность выслушать их опасения, она может сыграть важную роль. То есть вы можете даже, грубо говоря, и не ответить на тот вопрос, может быть, какой-то касающийся иммунизации. Но если родители видят, что вы относитесь с уважением к ним, то это тоже может, так скажем, привести к доверию к врачу. Ну и наиболее частые вопросы родителей о вакцинации против ИПЧ. В общем, конечно, в рамках мероприятия обсуждено большое количество информации. И я лишь кратко остановлюсь на коротких фразах, которые могут сопровождать вопросы родителя, в том числе на приёме. Ну, чаще всего, конечно, родители могут спросить вообще, что какое заболевание вирус вызывает, действительно ли мой ребёнок вообще подвержен риску заражения, зачем нужна вакцинация в таком молодом возрасте, как узнать, что вакцина работает. Меня беспокоит, что мой ребёнок подумает, что после прививки можно вступать в половые отношения. Но вот этот вопрос взят с американского сайта, у них, в общем-то, это активно обсуждается, и в том числе обсуждается, что родитель может задать такой вопрос, на него нужно быть готовым ответить. Зачем вакцинировать против вируса папилломы, соответственно, мальчика, безопасна ли вакцина, и может ли вакцина вызвать бесплодие. Это, в общем, то, что мы хорошо себе представляем, и то, что, в общем, друг другу можем ответить. Ну, опять-таки, касающихся заболеваний, которые вызывает вирус папилломы человеком, я не буду это перечислять, просто каждый педиатр в том числе должен представлять себе, действительно ли мой ребёнок подвержен риску. Да, действительно, каждый ребёнок подвержен риску ВПЧ-ассоциированных заболеваний тогда, когда он вступает в активную половую жизнь. Зачем нужна вакцинация в таком молодом возрасте? Ну, мы объясняем, опять-таки, что мы должны привить ребёнка до того, как он вступил в активную половую жизнь. Ну, и, кроме того, можно апеллировать тем, что если мы привьём ещё подростка до 13 лет, то мы используем только две схемы. Как узнать, что вакцины работают? Есть достаточная информация об эффективности и безопасности. Они подтверждают, что вакцина эффективно предупреждает развитие этих заболеваний. Надо сказать, что наряду с другими рекомендационными вакцинами вакцина против ВПЧ является одной из самых безопасных в мире. Меня беспокоит, что мой ребёнок подумает, что после вакцинации можно вступать в половые отношения. И, значит, американцы, поскольку, в общем, они всё отслеживают, всё статистически собирают, любую информацию, вакцинация также по их исследованиям никак не повышает вероятность начала половых отношений. Зачем вакцинировать, опять-таки, чтобы помочь предупредить в том числе у мальчиков те заболевания, которые могут быть? Безопасны ли вакцины, да, более чем 14-летний мониторинг, в частности, в США, который позволяет уже представлять достаточное количество данных об эффективности и безопасности. Про бесплодие тоже, наверное, уже сказано достаточно много информации. Нет никаких доказательств, что это влияет на фертильность. Возможные побочные эффекты. Как и на любую вакцину, возможно, местные общие реакции. Местные реакции, такие как боль, покраснение, отёк, в достаточно большом проценте регистрируются, но за счёт, прежде всего, болевой реакции. Я сама делала, действительно, ну, мне было больно. Вот, кто-то совершенно не замечает. Вот, то есть это тоже такой субъективный симптом. Повышение температуры, там, до 38,5 градусов Цельсия, примерно 10-13% случаев, однако тот же процент может иметь место вот в качестве того исследования, по данным которого предъявлены эти цифры, регистрируется в группе плацебо. Другие системные реакции, тошнота, головокружение, поскольку мы регистрируем её за рубежом, и мы сейчас тоже переходим вроде как к этой системе, регистрируют все неблагоприятные события после прививки, то вот те системные реакции, которые описаны в инструкции, они также были как у рецепиентов вакцины, так и в группе получающих плацебо. И никаких серьёзных поствакцинальных побочных эффектов на фоне вакцинации против ВПЧ не было. И регистрировались в литературе, появлялись информации о том, что вакцина может провоцировать синкопальные состояния, но здесь это связано с тем, что прививаются в основном подростки, и существует рекомендация делать им вакцинацию сидя, и лёжа, и лежать ещё 15 минут. Ну и опять-таки, вернувшись к статистике, которая характеризует отношение людей к вакцинации в целом, то примерно так и получается, что активные сторонники вакцинации всего лишь 10%, и я бы их назвала фанатами вакцинации, они прививаются не только в рамках национального календаря и того, что не входит в календарь, но и ездят ещё за рубеж, в частности, в Финляндию, и прививаются теми вакцинами, которые не зарегистрированы в России. Среди наших пациентов тоже такие есть. И противники вакцинации такие ярые, это 10%, это не такой большой процент, и мы, в общем, это могут быть какие-то религиозные убеждения или совсем какие-то люди с такими жёсткими убеждениями, на которых просто не стоит тратить свои силы, так скажем. Наша целевая группа – это те 80%, которые частично поддерживают, и вот их необходимо, это очень податливая аудитория, и проинформировав её, безусловно, мы получим результаты, большинство из них будет привержено вакцинации. Но аргументы в пользу, опять-таки, в общем, общеизвестны, то, что 80% людей имеют риск заражения, что снизилось благодаря вакцинации и развитию общественных заболеваний. И, в общем, кроме того, по данным Соединённых Штатов, у них более 120 миллионов доз уже использованы, соответственно, эффективность и безопасность иммунизации подтверждена уже более чем 14-летним мониторингом. Я не буду останавливаться на вопросах, которые могут задавать коллеги, это, в принципе, всё есть в рамках инструкции, и про длительность защиты и эффективность тоже речь сегодня уже шла, соответственно, о схемах и дозах применения. Это то, что могут спрашивать, соответственно, коллеги. И про фертильность. Ну, это я пролистаю. Беседу коллег, беседуют коллеги в основном по инструкции, если говорить о противопоказаниях, то они традиционные. Это гиперчувствительность к компонентам, в том числе к дрожжам, которые входят в состав вакцины. И временные противопоказания – это острое или тяжёлое заболевание. Через месяц после его окончания мы можем прививать ребёнка. И, соответственно, ну, есть пять способов. Как бы мы выделяем повысить уровень вакцинации. Это можно сгруппировать свои рекомендации, привязать вакцину против ВПЧ к другим прививкам, обеспечить последовательное информирование, в том числе своих коллег, использовать любую возможность для вакцинации. На некоторых оказывают влияние личные примеры и эффективность отвечать на вопросы. И хотелось бы обозначить, что единодушная уверенность и компетентность медицинского сообщества, безусловно, она будет способствовать приверженности к вакцинации и родителей, и, в общем, населения в целом. Благодарю за внимание. Продолжение следует...